Весь мир окутывал густой воздух лилового приятного цвета, через который можно было все хорошо разглядеть. Была сильная гроза, и всюду блистали молнии. В верхушке деревьев терзал усиливающийся ветер. Я убегал, испытывая невероятный страх. За мной точно гнались, и я стремился попасть куда-то, где должен был оказаться в безопасности. Я не уверен, но мне кажется, меня догнали и убили. Причем, вроде как, я сам накосячил. Это первое мое суперчеткое и очень эмоциональное воспоминание в жизни. Впервые оно пришло тогда, когда я был настолько мал, что не мог никому ничего рассказать. Первым произнесенным мною словом было имя Ирра. Я произнес его, смотря на маму очень четко, так, будто в этом имени две буквы «Р». Я воспитывался в интеллигентной, спокойной, вежливой советской семье с черно-белым телеком. Безумные, ложные или надуманные воспоминания, тем более со столь угрожающей сутью, мне никто не прививал и не стал бы этого делать. Меня очень любили и оберегали от всего плохого и нехорошего. Тем более в Советском Союзе, где ни о чем таком ребенку невозможно было узнать. Прошло много лет и в моей жизни случилось нечто шокирующее, что поставило все на свои места. Ответы на вопросы изменили мою жизнь, добавив немного седых волос на моей голове. Суть происходящего вокруг нас стала понятной. Неужели это было мое личное воспоминание о прошлой жизни? Или всего лишь некий детский бред? Но мало ли, вдруг он просто внезапно возник на пустом месте? Все может быть. Тем более, что ученые утверждают, что не существует ни одного достоверного подтверждения существования феномена реинкарнации. Национальный научный фонд США относит веру в существование реинкарнации к одному из наиболее распространенных среди американцев псевдонаучных заблуждений. И даже масштабные исследования воспоминаний детей, которые провел американский биохимик и профессор психиатрии Виргинского университета Ян Стивенсон, когда за 40 лет было изучено более 3000 случаев предполагаемой реинкарнации, не убедили их. Кому верить? А что если у тебя есть ответ на этот вопрос? Твоя жизнь сложилась так, в ней были такие события, что благодаря им ты все узнал и понял. Что если существует способ, плюс-минус научный, позволяющий выяснить правду? О том, проживаем ли мы большое количество жизней или врем самим себе, убегая от страха смерти. Возможность вспомнить прошлые жизни, бред или правда? Мы ответим на этот вопрос. Лично я точно отвечу. И расскажу вам мою персональную шокирующую историю. Приветствую вас, золотые мои, на канале Нулевой Пациент. Я бесконечно рад вас снова видеть и говорить с вами. Подписка, колокольчик, лайк, поделиться видео. Заранее благодарю. Погнали. В одном из своих предыдущих видео, посвященных вопросу жизни после смерти, я обмолвился о том, что для меня этот вопрос сформирован и решен. По той причине, что я столкнулся с шокирующими фактами и событиями, которые доказывают то, что человек живет не единожды. Я говорю об этом, имея очень критично, научно скептичный склад ума к подобным вопросам. Мне нужны доказательства. И мне повезло. У меня они есть. Как всегда, самое интересное ближе к концу. А пока версии. Воспоминания о предыдущих жизнях. Чушь или истина? Маленький Сэм застал врасплох родителей, заявив, что видит на старой фотографии свою машину. Отец показывал ребенку семейный фотоальбом, и на одной из фотографий была изображена машина дедушки Сэма, который умер еще до его рождения. Увидев машину на фотографии, ребенок с полной уверенностью сказал, это моя машина. Мать Сэма отнеслась с полным недоверием к заявлению ребенку и решила проверить ее. Она показала Сэму фотографию, где был изображен дедушка мальчика в детском возрасте, в окружении своих сверстников. Отыскать дедушку Сэма с трудом смогла бы и сама мать. На удивление всех Сэм указал на мальчика на фотографии и сказал, а это я. Он безошибочно нашел себя, то есть своего дедушку. Среди детей, которые были изображены на фотографии. Также Сэм рассказал, что знает о смерти своей сестры. Сестра дедушки Сэма действительно была убита, о чем мальчик сказал. Ее убили плохие люди. Данный случай был исследован известным американским ученым Джимом Такером. После встречи с Сэмом он пришел к выводу, что воспоминание мальчика является правдой. Информация о дедушке не могла быть получена от родителей, и некоторые факты он просто не мог знать. Таких историй в интернете полно, как и истории про рептилоидов, иллюмината масонов, мировой заговор, евреев, плоскую землю, похищение инопланетян. Истории, где дети и порой взрослые рассказывают о своих прошлых жизнях, изобилуют шокирующими детальными воспоминаниями и свидетельствами. Обычно какой-то такой случай разбирает ученый с сомнительной репутацией, который в заключении провозглашает, ну это подделать невозможно. Ученые в большинстве своем психиатры и психологи, для того, чтобы доказать свою мысль о том, что их наблюдаемый не врет, и реинкарнация, возможно, ссылаются на регрессивный гипноз. Это особый глубокий гипноз, благодаря которому человек, находящийся под гипнозом, может очень ярко и детально вспомнить свои предыдущие жизни. Однако, дабы не поощрять глупость и не тешить фанатов всего необычного и мистического, а также поклонников РЕН-ТВ, разберемся для начала, что такое гипноз. Вызванное самовнушением, воздействием гипнотизера, временное состояние сознания, характеризующиеся резкой фокусировкой внимания и высокой подверженностью внушению. Вопреки распространенным заблуждениям, состояние гипноза не похоже на сон. Это состояние не может быть вызвано против воли, оно увеличивает вероятность появления ложных воспоминаний, закипнотизированные люди сохраняют память, способны лгать, сопротивляться внушению. Ну вот, наука, как всегда, опять победила. Никакой сказки в жизни нет. Научное обоснование очень логично, особенно мне понравилась та часть, где говорится о ложных воспоминаниях и способности продолжать лгать в этом состоянии. Вот вам чудесный пример ложного воспоминания. Некий психолог из небольшого южного города Соединенных Штатов решил из любопытства подвергнуться гипнотической регрессии. К своему удивлению, он видел себя индейцем из древнего племени. Он видел каменные строения, храмы, горы и зеленые холмы вокруг. Долгое время ему казалось, что он действительно проник в свою прошлую жизнь, до тех пор, пока случайно не обнаружил источник воспоминаний. Однажды, просматривая у родителей старые семейные кинофильмы, он увидел на экране свою регрессию и вспомнил, что когда-то с семьей посетил развалины древнего индейского города. В жизнях современных людей очень мало мистического и необычного. И если они попадаются к какому-то талантливому аферисту, который вдруг скажет, «Эй, вспоминай, ты помнишь это и вот это, как ты переживал, любил и жил?» Многие с удовольствием скажут, «Да, конечно, помню, мне стало все понятно». И даже расплачутся, и их жизнь изменится, и они будут об этом рассказывать друзьям. И даже делать ролики для своего видеоблога в ютюбе на эту тему. Выходят буддисты и кришнаиты, невежды и глупцы, выдумщики, сеющие антинаучную ересь, верящие в реинкарнацию. А это на секундочку плюс-минус полтора миллиарда человек. Вот прям все ошибаются и все врут. У всех ложные воспоминания. Я так не думаю, и вот почему. Потому что есть дети, которые очень четко и детально рассказывают о своих прошлых жизнях. Есть ученые, которые приводят исследования и подтверждают их слова. Есть официальная наука, в которой многие очень серьезные ученые опровергают не только регрессивный гипноз, но и сам гипноз как феномен. Мол, все это чушь, и его просто не существует. Просто самовнушение. У официальной науки куча аргументов в пользу того, что мысли и утверждения о реинкарнации – дремучая заскорузлая мракобесия. Так вот, мои дорогие, любимые подписчики и зрители, мне на все это наплевать. Мне это неинтересно. Мне по барабану каждое слово за и против реинкарнации. Почему? Да потому что в конце, после того, как я прочту кучу медицинской литературы, а также свидетельств в интернете, главным фактором принятия решения будет мой личный опыт. Мне повезло, ведь он у меня есть. Я буду верить прежде всего своим глазам, ушам, моему разуму и мозгу. Пришло время рассказать вам об одной из самых больших тайн в моей жизни. Когда мне было 10-11 лет, у нас в доме, благодаря близкому родственнику, практикующему профессиональному психиатру, появилась книжечка зеленого цвета. Это был Реймонд Моуди. Книга «Жизнь до жизни». Там он рассказывает об опыте введения в гипноз людей, вспоминающих о прошлых жизнях. Самым интересным в этой книге было то, и этого я больше не смог нигде найти, что в конце было несколько десятков страниц с пошаговой инструкцией, которую можно было прочитать вслух и отправить человека в тот самый регрессивный гипноз. Процедура забирала много времени, примерно полчаса, и человека вдалбливали просто в такую глубину бессознательного, что он уже практически не был собой нынешним. В гипнотарии в одной из больниц через эту процедуру из любопытства под присмотром высококлассного академического профессионала прошли почти все мои родные. Однажды на таком сеансе присутствовал и я в возрасте 10-11 лет. Что меня лично удивило? Простые, обыкновенные жизни. Никто не был полководцем, царем Гитлером или Наполеоном, Ганди или Хемингуэем. Все очень обыкновенно. И что мне не понравилось? Очень печальные, тяжелые судьбы. И это не только у тех, кого я видел и слышал лично. По оценкам профессора Стивенсона, около 60% описанных обстоятельств смерть наступила в результате насилия. Пережитый мной опыт говорит, что люди не врали и не выдумывали. Наоборот, им скорее было неприятно и тяжело это все вспоминать. Никто не хотел побаловаться или поиграться этой темой. Ну а потом произошло то самое событие. Мою чудесную маму зовут Галина. И она тоже из любопытства решила попробовать регрессивный гипноз. Я присутствовал там и слышал, как взрослая женщина говорит детским голосом. Это было жутко. И это были не кривляния. Единственное объяснение, которое я могу найти этому феномену, что находясь глубоко в подсознании, само сознание и его воспоминания могут влиять на голосовые связки, сужая их. Так же, как их сужает гелий из шарик. Моя мама поведала, отвечая на вопросы об очень необычной судьбе, о которой я не могу вам пока ничего рассказать. Но это невозможно и невероятно. Гипнотизер спросил у нее внезапно, а есть в той твоей жизни кто-то из этой жизни? И мама сказала, да, это Петя. Петр, ваш покорный слуга. Потом гипнотизер спросил у мамы, а какое у тебя там имя? И мама сказала очень четко и уверенно, Ира, как будто бы это имя должно произноситься с двумя буквами Р. И это было первое слово, которое я сказал в жизни, смотря на нее. Ну, конечно же, я маленький помнил, как ее зовут, поэтому и назвал это имя. Я не решился пройти через этот опыт, тем более в возрасте 10-11 лет, причина тому, что там я в рассказе матери был не очень хорошим парнем и накосячил там очень серьезно. Помните мое первое воспоминание, где я от кого-то убегал? Как и в предыдущем выпуске нулевого пациента, я с уверенностью скажу, о да, мать его, карма существует, как и кармические отношения. Простите, но что думают по этому поводу ученые или дети, рассказывающие о прошлых жизнях буддисты, христиане, мусульмане, эзотерики, атеисты, мне все равно. Мой опыт решает, я прошел через это. Мне очень жаль, что я не могу вам рассказать всю правду, просто не могу, не просите. Однако, то, что я узнал, ту правду о том, как обстоят дела на самом деле в нашем мире, шокирует. Все книги и откровения гуру, и религиозных лидеров, и каких-то критиков, любой эзотерики, меркнут в сравнении с тем, как все обстоит на самом деле. Ни один конспиролог и фанат РЕН-ТВ с шапочкой из фольги на голове не представляет, какая ложь правит этим миром. И как все наши догадки и озарения далеки от правды. Это пугает, и это страшно. Сейчас я не могу об этом рассказать, но когда-нибудь, когда нас будет много, я обязательно это сделаю. Я обещаю. Ведь это не моя тайна. Мы все ее часть, и она должна быть рассказана. Всем вечно недовольным и хейтерам в конце скажу, не обижайте мою маму в комментариях, а то прокляну. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Я очень стараюсь делать максимально интересный и качественный контент благодаря таким образом вас за ваше внимание. Пишите в комментариях обязательно, о чем снять следующий выпуск. Мысленно я вас всех обнимаю. Это был канал «Нулевой пациент». С вами был Крыжиновский Петр. И помните, грядут перемены. До встречи.